Кейн Энтертейнмент представляет Кейн Энтертейнменты Но в 10 сезоне ранговых боев в бронзовой лиге мне нужно было с чего-то начинать мой путь восхождения к первому рангу. Изучив все корабли у себя в порту на шестом уровне, я пришел к выводу, что этот эсминец как нельзя лучше подойдет для этого дела. Также в этом видео я расскажу про преимущества и недостатки этого эсминца, поделюсь своим выбором перков и модернизаций, и по ходу видео буду рассказывать про мою тактику игры на этом эсминце в рангах. И остановил свой выбор на эсминцах неспроста, поскольку на шестом уровне линкоры довольно-таки медлительные, неповоротливые и малоэффективные против эсминцев, а на крейсерах в рановых боях делать просто нечего, поскольку их в лучшем случае один или два на команду, которые не могут ничего сделать. У них нет ни ремонтной команды, ни хорошей живучести против линкоров, которых в команде зачастую подавляющее большинство. А эсминцы на шестом уровне весьма эффективны, особенно в тактике пикирования из-за острова на линкор. В любом случае, линкорам придется подойти близко к островам, где мне скорее всего удастся насадить их на торпеды. Монаген – это самый универсальный эсминец на шестом уровне, у него есть два корпуса на выбор. Корпус А – это артиллерийский корпус, как у Фарагута, только с четырьмя орудиями вместо пяти. Корпус Б – это торпедный. И как раз из-за него я и выбрал этот эсминец для ранговых боев. По очкам боеспособности 13900 в базе, на обеих корпусах. Так что на живучесть эсминца выбор корпуса не влияет. У меня немного больше – 16000, поскольку я посадил сюда прокачанного командира с другого премиумного эсминца. Если корабль премиумный, то пересадка командира на него с любого другого корабля этой нации происходит без штрафа за переобучение. На самом деле этот командир у меня закреплен заветочным крейсером Вустер, а вторая его квалификация – это эсминец Соммерс. Но теперь еще и Монаген. Навыки командира здесь чисто торпедные. Первое, что я конечно же рекомендую брать – это профилактика из последних сил, мастер борьбы за живучесть, мастер маскировки. Далее – отчаянный, мастер перезарядки торпед, торпедист, ликвидатор. Последние два очка можете потратить на свое усмотрение. По модернизациям у меня стоит в первом слоте основное вооружение, во втором – защита машинного отделения, в третьем – торпедные аппараты МОД-1, в четвертом – рулевые машины. Еще один немаловажный фактор, который повлиял на мое решение взять этот эсминец в ранговые бои – это расходники. Первое – это дымовая завеса, второе – форсаж и третий слот на выбор – заградительный огонь ПВО или ускоренная перезарядка торпед. Разумеется, я взял второе. Этот расходник уменьшает время перезарядки торпед до 30 секунд. Его нужно применять после сброса торпед для того, чтобы через 30 секунд сделать еще один пуск торпед по противникам. Позже я вам это продемонстрирую. Артиллерия главного калибра представлена здесь калибром 127 мм, скомпонованных в двух одноорудийных башнях на носу эсминца, с перезарядкой в 4 секунды и огромной дистанцией стрельбы в 12 км. Для эсминца 6 уровня это очень большая дистанция. Артиллерия – стандартная американская альфа фугасных снарядов 1800 с пробитием 21 мм и шансом на поджог 5%. Альфа бронебойных снарядов – 200. Хочу отметить плюс этой артиллерии – это начальная скорость полета снарядов – 792 м в секунду. Она одинаковая на всех типах боеприпасов, что может быть полезным для новичка. Мне придется заморачиваться с выбором упреждения при смене типа боеприпаса. Постреляв немного из дымов, я выдвинулся вперед на перехват вражеских линкоров. Моим союзникам будет гораздо проще справиться с ними, если они будут выходить к ним по одному. С помощью своего торпедного вооружения я надеюсь их отрезать либо уничтожить вовсе. Торпедное вооружение – это прям изюминка этого эсминца. На корпусе Б дальность хода торпед – 9,2 км, как у Бенсона на восьмом уровне. Базовая скорость – 55 узлов. Максимум, что можно выжать с этих рыбок – это 61 узел с помощью навыка командира и модернизации в третьем слоте. Урон этих торпед просто космический – это лидерский показатель на уровне среди эсминцев. 16 633 – высший урон только у одного французского премиумного эсминца Эгель. У него 18 400, но торпед всего 6 и дальность хода 8 км. Другой эсминец, который может составить конкуренцию Монахену – это японский эсминец Шинаноми, который можно получить за компанию Ямамото и Сороко как финальную награду. Его торпеды занимают почетное третье место по урону – 14 600. Дальность хода – 8 км. Скорость хода – 69 узлов в полной прокачке, что больше на 8 узлов, чем у Монахена. Но у них есть один минус. Заметность торпед Шинаноми – 1,6 км. У Монахена заметность торпед – 1,1 км. К тому же есть небольшое отличие в количестве торпед. У Шинаноми – 3 трехтрубных торпедных аппарата, расположенных вдоль корпуса эсминца. У Монахена – 2 5-трубных торпедных аппарата. Плюс ко всему есть чудо-расходник, который может помочь во многих ситуациях, если уметь правильно им пользоваться. Вот главный недостаток торпедного корпуса. Орудий главного калибра всего два. И для того, чтобы перестрелять вражеский эсминец, понадобится помощь союзников или невероятное везение, как это произошло в моем случае. Вступив в дуэль с вражеским эсминцем, я надеялся нанести ему достаточно урона, чтобы я мог сохранить звезду, ведь шансов на победу у меня нет. Я знал, что вражеские линкоры будут заняты моим союзником и не будут помогать своему эсминцу. Но если хоть один из них сделает по мне выстрел, то шанса выиграть перестрелку с вражеским эсминцем у меня точно не будет. Да и к тому же я проигрывал в количестве стволов вражескому фэбуке, но в этом бою фортуна была на моей стороне. ПВО. Слава богу мне не пришлось испытывать против авиков, но судя по цифрам оно неплохое, для своего уровня по сравнению с другими эсминцами. Хочу отметить, что ПВО гораздо мощнее в корпусе Б, там есть ближняя аура с уроном 60 и есть средняя аура с уроном 116. В дальней ауре урон смешной 11 единиц. В артиллерийском корпусе есть ближняя аура с уроном 88 и есть дальняя аура с уроном 42. Но самая мощная и самая основная это средняя аура, и она на нем отсутствует. Так что торпедный корпус неплохо таки усиливает еще и ПВО, плюс ко всему можно взять и заградительный огонь. Глубоководные бомбы есть, они стандартные для своего уровня, но поскольку мы играем в ранговые бои, то здесь подводные лодки не принимают участие в этом ранговом сезоне. Вот вам фрагмент с другого боя, где я решил скатать в рандоме в арт корпусе. Мне повезло попасть в бой с подводными лодками и как раз на моем фланге была одна из них. После того как лодка ушла под воду, последний раз я видел у нее было около 6000 очков боеспособности. Мне хватило 5 бомб для того, чтобы уничтожить вражескую лодку. Так что я считаю, что средства противолодочной борьбы на этом эсминце весьма эффективные. К тому же взрывы были вблизи цели, а не прямо над ней. Так что забрать лодку можно было бы и с меньшего количества бомб, если знать точное местоположение и направление подводной лодки. А вот тот момент, о котором я говорил ранее. После сброса торпед по вражескому линкору я активировал расходник ускоренной перезарядки торпед. И время перезарядки торпед сбрасывается с минуты 39 до 30 секунд. В этом бою меня просадили ровно наполовину и с 16000 очков боеспособности у меня осталось почти 8. Благодаря чему у меня активировался навык командира отчаянный. Который уменьшил время перезарядки торпед с минуты 49 секунд до минуты 39. К сожалению на работу расходника этот навык не влияет. Еще одна немаловажная деталь о которой я чуть не забыл сказать. В корпусе А, который артиллерийский, торпедные аппараты 4 трубные, а не 5 трубные. И урон у них меньше 11733. Скорость хода 71 узел. Заметность торпед 1,3 км. Дальность хода 6,4 км. Заметность эсминца 6,3 км. То есть эти торпеды хорошо подходят для тактики пикирования эсминца из-за острова. Или же из дымов. Например, в этом бою я видел преимущество по очкам и мне нужно было просто выжить для того, чтобы моя команда победила. Но если бы ситуация была противоположна, я мог бы подождать вражеский линкор за островом или в дымах. И когда он подойдет на дистанцию в 2 км, забрать его на торпедах. Максималки хода под форсажем без флажного сигнала Sierra Mike. 39,4 узла. Такой скорости хватит для того, чтобы быстро сократить дистанцию с вражеским линкором. Но скорее всего, что он успеет сделать по вам выстрел. С носовых орудий. Но этого не должно хватить для того, чтобы отправить эсминец на дно с 8000 очков боеспособности. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мой канал, если еще не сделали это. Поставьте лайк, если видео было полезным или интересным. Вам не сложно, а мне приятно. С вами был Кейн. До встречи в новых видео.